Появление рисунков с изображением знаковых мест Бреста на строящихся домах нового квартала жилой застройки в Заречном микрорайоне города вызывают неподдельный интерес у берестейцев. Хорошо знакомые каждому жителю областного центра виды города – это реализация задумки проектировщиков и архитекторов, своеобразный навигатор по Брестским улицам. Согласитесь, что дом с изображением, к примеру, Брестской крепости будет самым верным ориентиром при поиске необходимого адреса. Вся работа, которая ведется сегодня управлением архитектуры, она направлена на качественное улучшение среды, городской среды. А городская среда, чем более многообразна, чем более многопланова, многофункциональна, тем она более комфортна. Решили сделать каждый район индивидуальным, уникальным, для того, чтобы можно было ориентироваться не только по нумерации, но и по внешнему образу, облику дома. Например, когда я еду домой на такси, я могу таксисту сказать «дом с бабочкой», «дом с одуванчиком», «дом с крепостью». И таксист знает, где этот дом находится. В новом районе возле парка «Тысячелетие» мы взяли, в связи с тем, что и в этом году город отмечает тысячелетие, взяли образы, символы знаковых городских объектов. Это цум, это вокзал, это крепость. В общем-то, в городе действительно есть объекты, которыми мы можем гордиться, но, может быть, мало об этом говорим. Поэтому мы лишний раз напомнили, что в городе есть свои символы, свои бренды, которыми мы можем гордиться. Кроме эстетической функции и несомненной гордости за любимый город, такая роспись торцовой части домов способствует и психологическому комфорту человека. Задача ставилась уменьшить масштаб застройки. Десятиэтажный дом для человечного масштаба – это достаточно высокое здание. Поэтому мы объединяли по два, по три этажа, например, в одну рамку. Поэтому дома эти кажутся, если посмотреть издалека, не считать этажи, они кажутся не выше 5-6 этажей. Когда можно с помощью обычных красок изменить восприятие одинаковых, по сути, домов, они воспринимаются совершенно сегодня по-разному и не давят. Эстетическая привлекательность, удобная навигация юго-западного микрорайона – это лишь малая часть из составляющих новой застройки. Панельные дома, которые сейчас строятся, в основном микрорайон предусмотрен панельными домами застройка. Всего порядка 35 домов будет построено здесь. Все дома в энергоэффективном исполнении. Кроме того, уже в этих домах не будет пандусов и подъемников, так как Брежилстрой пересмотрел проекты домов этих, и входы в подъезды будут уже осуществляться с земли. Это современные дома с инженерной современной начинкой, которые обеспечивают минимальные экономические затраты на содержание этого жилья. То есть жить в нем будет дешевле, потому что у нас меньше расходуется тепловой энергии. Поэтому, конечно, это все требует своих постоянной модернизации, что и происходит. Особенностью этого микрорайона также будет являться то, что здесь будут установлены электрические плиты. Здесь не будет газовых плит, здесь только электрические плиты. Еще одно новшество, которое было опробировано при застройке Заречного микрорайона – укладка тактильной плитки и запрет въезда автомобилей на дворовую территорию. Это ноу-хау – один из пунктов концепции «Безопасные дворы – благоприятная среда для жителей». И если добавить сюда детские игровые комплексы и зеленые насаждения, все вместе создает атмосферу комфорта для новых жильцов. А раскинувшийся по соседству парк «Тысячелетие Бреста» станет еще одной зоной притяжения жителей микрорайона и всех горожан. К слову, в самой высокой точке города работы по благоустройству и озеленению ведутся и сегодня. Строительство парка разделено на три очереди. В настоящий момент мы работаем по первой очереди. Выделены деньги в районе 5 миллионов рублей нынешних для строительства этой первой очереди. Она в себя включает. Вот эту вот красивую зону в дорожках, тротуарчиках, велодорожках, пешеходных дорожках, растениями, с посадкой деревьев. Это именно прогулочная зона, зона отдыха. Есть зона административная. В настоящий момент подготавливается почва для посадки цветочных композиций. Ведется активный уход за уже посаженными молодыми деревьями. Проведена и функционирует система автоматического полива, снабжающая живительной влагой саженцы и кустарники в летний зной. Будем надеяться, что те работы, которые ведутся сейчас, в окончательный период строительства, а сдаем мы этот объект 1 сентября, что растительность уже покажет свои результаты. Будем видеть зеленую травку. Я думаю, автоматический полив, он все-таки функционально себя оправдает. Когда видишь, какими темпами ведется строительство и благоустройство любимого города, хочется процитировать великого классика. «Я знаю, город будет, я верю, садут свесть». И то, что Брест встретит свой тысячелетний юбилей молодым и прекрасным, нет никаких сомнений. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.